здравствуйте друзья хотел бы на такую тему побеседовать сегодня эти с возрастом обнаруживаешь потихонечку что вот как бы те кто моложе но другое поколение не то что на 10 лет моложе вот так существенно моложе поколение наших детей потом поколение внуков у меня уже две внучки и вот тем более студентов много знаете они разных возрастов из разных мест территориальных и вот начинаешь замечать что какие-то вещи которые в сознании нашего поколения занимали какое-то место они потихонечку уходят она так и должно быть например вот скажем если мои родители например они были с очевидцами свидетелями да вот современниками там великой отечественной войны понимаете то есть среди людей вот этого поколения которые жили во время войны там я уж не говорю про тех кто прошел войну вот было что-то такое вот чего например в нас нету и от откуда она в нас возьмется я например помню вот этого смахивание крошек со стола я я не знаю связано ли это непосредственно с великой отечественной может быть это и раньше было и как бы признак от уважения к хлебу или там к продуктам питания в условиях когда их не было в избытке но вот они они не могли оставить крошки там на столе они их смахивали раз и в рот отправляли или например но они не могли выбросить еду как 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 можно выбросить еду они еду и дали даже вот бывает что уже и так нас насыщийся человек все равно раз там надоел но нельзя же еду оставить вот поэтому были были какие-то вот такие вещи и соответственно мы сейчас значит наблюдаем например у меня был там анекдотик один и там мичуринцы участвовали упоминались мичуринцы и я тоже не застал мичуринцев в том смысле в каком вот они были при мичурине это была такая ну детская политическая компания мичурин он там скрещивал растения выводил новые сорта там яблоки там за полярным кругом и там и так далее вот так и такого плана в общем он такой был поддерживаемый сталинским режимом такой вот преобразователь природы в частности вот это учение мичурина как бы его переводили на общество тоже что вот можно создать новые сорта там всего кухарка может править государством это все очень вписывалось и он такой был советским советской властью обласканный такой и выдвигаемый поставленный на пьедестал человек и мичуринцы это были дети значит которые там как-то участвовали вот в этом селекционном движении но в наше время конечно мичуринцев вот тех не было но были старые фильмы учебные учебные которые показывали детям в школе вот когда мы учились в школе вот я учился в школе с 1963 по 73 год вот я закончил школу семьдесят третьем году и вот грубо говоря в 60-е годы в школах были такие кинозалы небольшие размером на к нам с классную комнату был кинозал или может быть это был просто класс там экран опускали сейчас не помню но показывали всякие фильмы надо сказать что вот когда я уже в старших классах учился стали появляться невероятные цветные потрясающие фильмы которые ты смотрел вообще не вникая в содержание особенно по биологии что-то было боже там такая динамика была на экране уже неважно было что происходит о чем собственно речь но выросли мы на вот этих вот учебных фильмах черно-белых я даже не знаю может быть они не тридцатые годы делались этом 50-е мне труд трудно судить но они были такие черно-белые и там шли мичуринцы значит такой учитель биологии дедушка такой седой бородой окладистый причем по иронии судьбы у меня вот до 9 класса я в одной школе учился под аз начиная с девятого в другой там математической вот в нашей нематематической школе учитель биологии был прямо как из этих вот фильмов знаете такой был дедушка с такой окладистый бородой и он все время что-то копал там но с детьми в школьном саду на буквально потрясающий школьный сад там и так далее и вот вот идет вот такой дедушка по полю какому-то а или там где-то ну вот в сельской местности а за ним идут такие с пионерскими галстуками совершенно дебильными лицами таки вот они с какими-то саженцами там черенками я не знаю с чем-то вот они таким идут вот и вот это вот было символом такого дебилизма на самом деле то есть ужасно основной смысл понятия мичуринец ушел там на двадцатый на десятый на тридцатый там план вот так она в принципе вот такой там дебил с сиренком поле вот из этого вот ваш настоящих мичуринец мы не видели а вот то что в кино видели вот это оно и было вот это был какой-то анекдот у меня на тему и тут я стал замечать что люди не знают кто такой мичуринец ну то есть время идет и я бы сказал что если вот сегодня например вот люди которым даже цараковник они они уже не знают это должно быть лет 45 может быть 50 вот вот эти еще помнят а допустим если взять кого-то я уж не говорю там ну там двадцатилетнего но ну даже 35 лет и они уже не знаю не мичурина не мичуринцев там но обычно там если кто такие мичуринцев что ты думаешь они говорят ну видимо последователи мичурин так как бы что логично да понятно что мичуринцев называют того кто следует мичурину давно в общем такая вот интересно и вот какие-то такие на эти штампы сознание и вот видишь у тех кто помоложе уже нет месяц там полтора назад мы со светланой ходили на тренинг к михаилу бородянскому и там был дяденька но он не мы не моих лет но может положили это на 5 на 6 программить и что там это на жизни разговорились и он говорит такой знаете странное такое он говорит сейчас ведь вот современный программист этом вот молодые ребята они потрясающе пишут код они такие вот в общем ну очень вот такие вот много вот спросишь так у там куда волга впадает они не знают я думаю но это он уже загнул я думаю это уже такое преувеличить преувеличение что такого быть но вообще не может потому что ну и волгу вот я пошел спрашивать народ и выясняют что никто не знает причем уже даже такие что ну лет там сорока например люди не знают некоторые знают а очень много таких которые не знают и там типа куда впадать в черное море году как же в списка жанра ну какая разница я думаю нифига себе там я говорю не сейку да ну наверно в черное на этом вот и это как бы резко выпадает из той парадигмы советской в которой мы выросли потому что в ней волга занимала какое-то сакральное место волга была из песни там простеньку разина там волга волга мать родная волга русская река при том что если задуматься волга нет не то чтобы именно русская река то есть народы живущие по берегам волги это не русские это там совершенно другие народы ну ну на может быть со временем конечно там стали селиться и русские тоже но но исторически нет то есть это не сакральная русская река как бы испокон веку то есть можно на нее навесить там все что угодно ну так в общем короче это была вот такая река и дальше наверно волга играла какое-то важно имела это важное место там как транспортная артерия волги крупнейшая река европы ну технически как будет эта часть россии являет тоже как бы является европейской до этого там есть азиатский континент а если европейского там по уралу границы идет такая формальная техническая в общем как бы до крупнейшей река европы в общем и на волге масса была всяких разных событий на волге была там сталинградская битва потом не знаю почему почему-то в наше время почитали много там скажем там горько алексей максимыч там нижегородская ярмарка там нот но много было вокруг волги то есть как-то вот это может быть в таком вот в информационном фоне который создавался вот как коммунистами и так вот сознание людей присутствовал от волга играл очень важную роль и даже вот например была песня я в кинофильме про электроника была песня там а нам говорят что волга впадает каспийское море а мы говорим довольно там типа устали от этого горе ли там что-то такое вот и но это было вот всюду я даже вот честно сказать помню практически про любую такую значимую речку там куда она впадает я не знаю может нас так в школе учили при том что нас плохо в школе учили но ну так не не то чтобы там как-то вот и там и дон и днепр тому как же мы знаем там москва река впадает значит ваку да пока соответственно там значит волгу там и так далее я даже по этому поводу вступил в переписку с девушкой в скайпе которая значит мне написала что волга впадает в кому некоторое время назад я гуток нет же же это же кому впадает волгу так да 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 действительно дает мне цитату где-то она гуглила что после значит впадение камы волга становится там полно полноводные там какой-то рекой в общем да так а я начал потихонечку студентов опрашивать значит те особенно вот такие к тому относительно помоложе они очень удивляются вот я буквально вот на днях девушку спрашиваю ей 27 лет она там инженер какой-то и я говорю ну вот волга куда впадает она год михаил где же инженер чего у меня спрашивать такое давайте вот и я стал думать на эту тему я думаю отчего это вдруг вот как-то выпал из сознания значит общество факт там куда она впадает это не говорит о том что чек именно образованный это говорит о том что он в каком-то другом информационном поле существует то есть они что-то такое знают чего для нас например смысла вообще не имеет и наоборот то что для нас имеет вот для для тех кто постарше значит то не имеет и вот у меня девушка одна здесь будет а какая разница куда впадает я задумался на этим вопросом как разница вот и вообще никакой разницы конечно нет и еще раз это не признак там скажем образованности какой-то нет абсолютно но вот как меняется как меняется фон информационный вот мне вот это было интересно вот я да я даже вчера там с ребятами беседовал там skype и что-то засмущал потом переживать начал думать черт черт меня дернул там про волгу спрашивать ну ладно больше не буду никого про волгу спрашивать какая разница действительно ну впадает и впадает дай бог здоровья знаете еще что все время были вот такие передачи познавательные каналов телевидения было очень мало но там фактически один канал принимала ну почти вся страна это был первый там еще был 2 там ну и больше толком и не было так по чуть-чуть но вот там были какие-то познавательные передачи и вот постоянно показывали там вот например валдайскую возвышенность то вот это место где начинается волга на этом месте там стоял какой-то я не знаю такой теремок такой маленький деревянный там вам даже с колокольчиком я уж там не помню вот этот ручеек вот он отсюда вот течет вот этот ручеек конечном счете становится волгой то есть они вот это все культивировали по что-то было культовым да можно так сказать это волга была культовый да за волгу переживали что-то рыба например дохнет потому что там например вот промышленные предприятия все кудряни сбрасывают дохнет рыба это волновало всю страну вот так же как например озеро байкал она тоже культовая это самая крупная значит там самый крупный резервуар пресной воды в мире не знаю насколько правда нам говорили что чуть ли не 20 процентов всех запасов мировой пресной воды находится в озере байкал и там вся страна стояла на ушах это еще при коммунистах когда решили построить целлюлозно-бумажный комбинат там где-то на берегу и все знали что он будет значит воду там испоганит загрязнит и вообще там писатели того что это еще при коммунисты когда вообще нельзя было рот открыть вот и вот было такое общественное движение там за за не строительство целлюлозно-бумажного комбината то есть вот есть какие-то знаковые такие культовые географические объекты я не знаю что сейчас таким является наверняка сейчас тоже что то есть но но не знаю что в общем такие вот размышления о об изменении информационной среды так при движении от поколения к поколению да поскольку вот такого жесткого регулирования идеологических вот этих вот там штампов вот как когда-то сейчас нет я надеюсь то есть может быть есть там в чем-то или там где-то но 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 вот не так вот то соответственно важность а тех штампов куда-то там делать не знаю так что друзья будем наблюдать я с еще большим интересом наблюдают значит за за внуками но то есть понятно что там 8 лет это еще нет не тот возраст но на самом деле когда приезжают родители с детками знаете новенькие только только оттуда я вот их начинаю спрашивать там но у меня основной вопрос это про ленина кто такой ленин и вот ни один человек ни один ребенок там 8 10 лет еще не сказал ничего такого путного по поводу ленина и это безумно радует вы то есть так так внутри приятно от этого вот там сразу начинают глаза бегать или там скажет писатель кто-то скажет кто-то скажет там я не помню ну чем такое а вот самое потрясающее что я слышал это было что в beatles играл пойти то есть на этом месте я думал что и такого быть ну не может в природе ну как это вот но потом я понимаю что на самом деле это созвучно там просто я отхожу немножко вправо пришел сзади какая-то машина едет сирену включила не знаю чего не там такое делают может вот сейчас я камеру поверну бачком может вам тоже видно будет а это emergency это медицинская скорая поехал вот когда с мигалка идет все должны отойти вправо и желательно остановиться что мы собственно и сделали ой мама да тут строительство идет и давайте я вам покажу идет строительство дождик закапал да у нас вообще дождики сейчас почти каждый день что-то такое моросит радость невероятная так давно дождей не было по пересыхала все понимаешь и а нам еще говорили что она не просто будет дождями то прольется это или не не она так еще шторма во пройдет все нафиг посмывает и никакой воды во первых не останется во вторых будут разрушения но вот пока тьфу 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 разрушения нет и таких скоропалительных таких проливов воды тоже нет вот так все путем по чуть-чуть потихонечку вот то что надо ладно друзья чё я действительно кому-то мне уже сто лет а я вполне вполне еще ничего да еще поживем там еще посмотрим как будет меняться информационный background счастлива